Всем привет! 20 ноября 2020 года. Нахожусь неподалеку от бетонного переулка. Вот он, бетонный переулок. За ним пешеходный мост через Аку, далее озеро Светлая Жизнь, дача. Вот переход пешеходный. Там у нас улица Автовокзальная, а за ней улица Комсомольская. Сегодня холодная погода, но я тут мимо проходил, прохожу по сути и решил снять станцию. Люди живут при станции, огородик у них. По шпалам ходить неудобно. Они там, по-моему, через 50 сантиметров расположены. Как-то шаг мелкий слишком получается. Вот, что там. Видим мы, как по улице Автогрейдерной, по-моему. Не помню, как это, или как эта машина, улица называется, не помню. В общем, машины выезжают на Крамское шоссе. Вот забыл, как эта улица называется. Вроде на букву А как-то. Но я напишу в названии, видите. Так, заходим мы на перрон. Такая тут местность. Дома виднеются. Это вот желтая парня с Комсомольской. Очень холодно сегодня. Ну, не то, что очень. Ветрино скорее. Где-то, может, минус 5, а с ветром там температура комфорта под минус 10 получается. Но это все не важно. Так, как же эта улица, вот не помню. То ли Автогрейдерная, не могу вспомнить. Давно это было. Давно там не гулял. Выезд на Крамское шоссе. Фура поехала тоже. Там улица Автовокзальная мы видим. Автосервисы. Да, вот всегда меня удивляли вот эти огороди. Кормятся с них. Возделывают. Ведь тут поезда ходят. Наверное, экология тут плохая. Выращивать, питаться этим, я не знаю. Взяли бы пробу в почве, что ли. Мало того, чтобы поезды тут еще и дорога проходят. Тут фуры гоняют. А люди пашут. То есть не пашут, а копают землю. Что-то выращивают. Вот. Живучий человек. Все-таки есть тяга к земледелию у людей. Где бы они ни жили, на какой бы земле не существовали. Хочется и грядочку, и свое растение, свое дерево. И, как мы видим, даже и тепличку. Вот теплица, да. Скопали на зиму теплица. Ну, не знаю. Нужно ли тут фурорачивать вообще что-то. Там что-то надо качается. Все-таки много вредных веществ повсюду. Капусту. Ну, не хотел бы такую капусту есть. Только поезда, автомобили. Так, станция ЦОН. Ох, рука уже завязала. Станция ЦОН. Давайте зайдем, снимем расписание. Посмотрим. Я здесь не часто бываю. И даже не припомню, чтобы отсюда куда-то уезжал. Вот такое расписание на сегодня. 20 ноября 2020 года. Ну, я надеюсь, все получилось. Вся эта формация видна. Зайдем погреться. Тут совсем пусто. И пахнет дезинфицирующими средствами. Ну, в принципе, да. Что тут делать, если поезд не скоро? Информация, ковид. Какой запах сильный дезинфицирующих средств. дезинфицирующих средств. Много всякой информации. Ну, я снимаю. Надеюсь, это видео будет вам полезно. вот эта информация. Вот. 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 стоимость. Может, летом как-нибудь соберусь съездить в том направлении. Было бы зачем. Ну, вот такая станция, такое помещение. никого тут нету. Никого тут нету. Вот. Ну, хотелось мне сюда прийти и снять вот это дело. что, собственно, и исполнилось. Не знаю. С детства, наверное, станция железнодорожная у меня вызывает особенные чувства. Романтика, поезда. Все это здорово. Путешествия. Ну, и последний взгляд на перрон. И конец видео, наверное. Ну, и последний взгляд на перрон. Станция Сон. Петонный переулок, дом стоит. Кто приезжает, уезжает. Добро пожаловать или счастливого пути. Поезда это классно. Здорово. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий. О, улица Автовокзальная. А там виднеется улица Комсомольская. И 909-й квартал. О, даже храмы видим. И храм. А это агрокомбинат. Южный рынок там за этими зданиями. Вот такая местность. Ну, ладно. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч.